ну что всем привет наконец-то я пришел из отпуска добрался до видеокамеры хотелось бы сегодня рассказать про этот мотоцикл про опыт его эксплуатация то есть я на ездил на нем относительно достаточно много уже ну наверное для китайского мотоцикла с учетом того что это практически к 0 мотик был куплен недавно сейчас у него пробег сейчас покажу 60 ну 70 часов уже у него по сути то есть там без 20 минут и что же с ним случилось за это время мои нарекания какие-то претензии и может быть наоборот похвала погнали так вот что касаемо этого мотоцикла кто не знает брал его новым абсолютно это brz x5 s по сути типа трехсотка коробка шестиступенчатая что касаемо мотора мне в принципе все нравится тяга хорошая передачные отношения отношения коробки передач тоже очень классная то есть они достаточно сближенные передачей можно подобрать для любого участка необходимую передачу чтобы была максимальная момента тут не было никаких там затыков и так далее задницу кстати я немножко поднял амортизатор гаечку подкрутил потому что она как-то стояла слишком вниз у него потом через какое-то время не знаешь чем это связано по подвескам пока все прекрасно как с вилкой так и с амортизатором никаких у меня к ним тоже нареканий нету все работает но было там небольшое у меня есть нареканий конечно на подвеску на переднюю то что если она резко отстреливает с небольшим таким ну то ли с небольшим скажем ударом небольшим то есть не прям мягко мягко но честно скажу я пока масло там не менял потому что там заводское масло залито какая-то ерунда поэтому возможно проблема в этом так что еще интересного хочется про него сказать за момент эксплуатации но фара вышла из строя практически сразу не работает там надо разбираться что с проводкой есть момент по поводу того что мне как раз я говорил уже про карбюратор да то что он не любит езду на заднем колесе в балансе как только выдергиваем мотоцикл баланс он начинает захлебываться начинает там третий пыр пыр тар тар это мне не нравится пока им не занимался то есть ничего не делал хорошим можно попробовать поменять изменить уровень топлива в плавковой камере путем подгибания там лепестка этого но не знаю поможет ли это или нет такой еще нюанс есть у него был я в отпуске три недели мне не было мотоцикл не завелся то есть крутил 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 он запускаться отказался пришлось все выкрутить свечку почистить он сразу запустился почему это произошло без понятия у меня обычно на японца такого нету за три месяца также заметил за ним такую штуку если его запустить вот он поработал там ну не долго там 30 секунд может быть 20 секунд то есть они полностью когда прогревается если его заглушить и оставить на какое-то время то есть там на 10 15 минут потом попробовать завести он не заводится то есть свечку закидывают у него есть них такая штука если вы запускаете прогреваете двигатель полностью потому что потом придется приходится выкручивать и чистить свечку теперь что касаемо кстати колодки вот за 70 часов если посмотреть ничего нет выработки сзади спереди какой страшный гром прекращай спереди у нас теперь у нас тоже все в порядке колодки и не за видно будет колодки тоже практически без износа естественно на вилке тоже никаких не появилось ни задиров ничего за это время ну и каморти заднем амортизатору это тоже относится теперь по поводу цепи пробег 70 часов цепь стоит оригинальная родная но она вытянулась максимально то есть больше натянуть ее нельзя ось уже упирается в маятник поэтому цепь под замену но с другой стороны 70 часов это достаточно много для китайской цепи причем она но не скажу что это прям лайтовый режим покатушек то есть постоянные езда на заднем то есть я выдергивал на 1 2 3 передачи кстати на 3 передач даже выдергивает спокойно возможно даже спокойно на 4 но я не пробовал не стал пока не знаю почему надо попробуйте поменяю попробую расскажу откручивается периодически подножка то есть подкручивать на фиксатор там либо как-то зафиксировать чтоб не откручивалась что еще тут поэт по нюансам но графика как я и говорил что достаточно фиговая но я имею ввиду что клейки слой она постоянно отклеивается очень это печалит конечно но в этом не нет ничего страшного сцеплением работает все прекрасно мягенькая просто супер в этом плане тоже нареканий никаких нету грипсы конечно заводские отстой несмотря на то что димон мне их вот проволокой обмотал чтобы они не прокручивались все равно они прокручиваются то есть попадаешь подошв попадает вода как туда и начинает прокручиваться неудобно по поводу рычага сцепления так сейчас я как не залезу чтобы можно было показать мне как раз тоже спрашивали да то что тормоз хватает слишком поздно у меня такая же ситуация была абсолютно абсолютно на воздух не похоже просто какие-то ватные немножко тормоза как это я решил то есть вот этот болтик регулировочный вопрос откру немножко откручиваешь сам рычаг становится чуть дальше и хватает он уже как раз вот в тот момент где нужно то есть рычаг в пальцы не упирается то есть спокойно может делать стопе и так далее то есть все решабельно в принципе на будущем я может быть поменяю все-таки машинку потому что тут какие то уже если посмотреть люфты появились сейчас покажу не очень наверное видно будет всем он 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 как вот он во все стороны просто вверх-вниз да это ладно то есть он еще вот назад вперед люфт то есть разбила посадочное место немножко вот это то если там подшипник просто скорее всего какая-то втулка был подшипник такой ерунды не произошло наверное 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 будем заканчивать это видео если вдруг кому-то было интересно кстати давайте посмотрим что по фильтру а собственно вот у нас фильтр кстати его бы пора тоже обслужить завода у него уже идет вот такой как его называется чехольчик до чтобы всякие крупные частицы на нем оставались а дальше уже стоит внутри фильтр сегодня наверное тоже его обслужу вместе с заменой соответственно цепи ну всем спасибо за просмотр всем до свидули пока